МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Зима вернулась у Беларусь. Гомельшина стала рекордсменом по колькости снегу, что выпал в Украине за минулые сутки. При этом самая высокая снежная покрыва установилась у Василевича Хречицкого района – 11 сантиметров снегу. Дорожными коммунальным службам зараз приходится працевать во взмоцненном режиме. Держалта инспекция увела на территорию в области специальный план «Надворье». Да и не рекомендует перевозку организованных групп детей. Водителям грузового транспорта по макчимости просить устрематься от запланованных перевозок до установления больше спраяльных умов на дорозе. Важно выбирать ту скорость, которая соответствует дорожным условиям. И небольшое ее превышение может привести к большой трагедии. Поэтому, уважаемые участники дорожного движения, наши автомобилисты, выбирайте безопасную скорость, а также интервал движения между автомобилями. Снежное и морозное «Надворье» затрымается на увесь гэтыты день. Ближайшей ночью чакается до 11, при прояснениях до 15 градусов морозу. Завтра у день будзе от 1 до 6 с минусом. У сяроду крыху теплей – от минус 4 до плюс 1. У четвер на протягу суток чакается 2-7 градусов морозу. У пятницу знову похолодает до минус 9 у день и до минус 10-15 у ночи. Зимовый характер «Надворье» захавается так само на выходных. Супрационники освод закликают рыбаков, не глядячи на мороз, не выходят на лед. Йонусе еще недостатково трывалы. На минулых выходных на водоемах региона загинули два человеки. Один несчастный выпадок отбылся у Чачерским районе. Мужчина у вечера после рыбалки попробовал самостоянно перейти на другий берег Ракисош. При этом с собой не имел никаких вратовальных сродков. Йон провалился под лед, и его тело знайшли только ранецы наступного дня. Другий выпадок зарегистрованный в Мазырском районе. Трое рыбаков на водоеме зауважили мужчину, який провалился под лед. Яны спробовали вытягнуть его с допомогой разных предметов, однако зачапиться за их рыбак не сдолил. Вратовальники, якие прибыли на место, достали мужчину с воды, однако одразу констатовали смерть. На лед, в том числе и минувшие выходные, выходили тысячи рыбаков, пренебрегая своей безопасностью, своей жизнью, своим здоровьем. Подавляющее большинство не имеет по-прежнему спасательных средств, надеясь на то, что их опыт нахождения на льду поможет им избежать трагедии. Однако, к сожалению, так бывает не всегда. За минувшие выходные всего по республике на водоемах погибло 11 человек. Десять годов тому в Беларуси почалась реализация декрета номер 18 об державной обороне детей у несприяльных семьях. За этот час отрымалось вернуть до нормального життя, напыл на не одну сотню батьков, які до этого не вызначались добрыми поводинами. Разом с тем, казаться об полном выращении проблемы, покуль рано. Разом с упрацовниками, милицией и социальным педагогом у рейд по месту жихарства семью, які знаходяться у социально небезпечном становищі, накераваўся Олег Синцероў. Марии не спомнилась ящей 27, але яна ўжо тяжарна шостом децяти. Правда, гэта не той выпадок, калі такую шпандетную семью можна лишыць узором для інших. Крэху большая год таму яна отрымала социальное жылё, але оплачуваць ўсе коммунальные паслуги тут не спешаўца. Нелега сказаць, шо ў гэта семье деці зусім не загледжаная, хач, як празнаюцца самі батьки, с продукта ўкупляюць толькі самая танная. После того, як на допомогу пришли наставники сусідней 56-й гумназии, ситуация крэху полепшилась, але кардинально не змінилась. Мы оказали очень большу материальную помощь за счёт средств работников гимназии. Мы собирали деньги по школе, приобрели МБУ-стиральную машину, приобрели очень много сюда и продуктов, носили детских вещей, кто чем мог, всем помогли. Но, к сожалению, при этом всём санитарно-гигиенические условия у нас неудовлетворительные. А вот навести порядок родители дома не могут. И, в общем-то, отдачі той, каторой бы хотелось, нету. Сегодня ситуация у гэта семі у районной инспекції по справах неповнолетних оцениваються к преграничную, але накеруюць дятію у соціальні притулкі, пакуль не збираюць, в речі ці гэта крайнія мера. Причім становчий эффект досігається не завсёды. Хач, більш як 40% увернутых до нормального життя семью, так само можна лечись успіхом. Те родители, які хочуть ісправіться і стати на путь ісправління, вони кодіруються і забирають дятію обратно в сім'ї. Маті чотирох дятію Наталя лечіться маті-одіночкай. Ні дзей не працюючий Євген, ні одного з малых, своїм такі не прізнаў. Причіны прості. Жанчіна отримує матеріальну допомогу, на якій усі і живуть. Причім вельмі стіплі. Працю уладковацца, я ввін не збіраецца, гаць адзіная фінансова крыніцца хутка можа скончыцца. На гэтым тыдні адбудіцца пасяджыні районной комісії пасправах неполналетніх, дзе будзе разглежана пытання пнакірованні дятію ў соціальні прытулкі. Хаць ў любым разі, як мінімум одного дяті тут ўжо здаецца стратілі. Яшчэ 29 га листапада жанчіна нараділа дзяўчынку, якая дагэтага часу знаходзіцца ў бальніце. Дома для дяде нема ніяких умов, калі ў ближайший час ситуація не змініцца, немауля можа трапіць ў дом грудного дзяті. Меры, які плануюцца прыняць дагэтай сямі, макчыма і не вельмі популярныя, але другого выйзці тут, напэвно, ўжо саправды нема. Мы пролікаем к административной ответствіці по статте 9.27 Кодексу административных правонарушэннях, а для тех, хто в категоричной формі отказываецца исполняць своі родительскі обязанності, і возбуждаюцца ўголовныя дзяла по статте 174 Уголовного кодексу Республіки Беларусь. Олег Сінтероў, Євген Макеўнка, Телерадо Компанія Гомель. Пратягуэм выпуск. У Беларусі прапануэцца альтернатыва ўгодному крэдытаванню будавніства жыля. Гэта сістэма жылёвых будавнічых зберажэнняў. Вось ўжо 10 гадоў такі способ палявшэння жылёвых умов развівае Беларусьбанк. Гэтай сістэмэй зараз карыстаецца маль шасоджы Хароў Гомельскай в області. Спачатку пакупнік самастоўна вызначае суму, неабходную на будавніства кватэры. Запірыэт ад 19 месіццаў до 7 гадоў, назапашывая на банкаўскім депазіце прыкладна чверця дяе. Уклада дзеўны і прадуглэджвае што месячную капіталізацію працэнтаў. А потым банк на астатнію суму выдае крэдыт. Яго працэнт стаў кары фінансаванні і плюс яшчэ адзін пункт. Зараз гэта 19 працэнтаў гадавых. Па звычайным будавнічым крэдыті гэта лічба перэвышае 22 працэнты. Крэдыт выдаецца срокам на 20 лет. Уплата процэнтав идзеў равномерными взносамі, што пазваляецць снизіць фінансовую нагрузку на бюджет сім'ї. Скарыстацца такой сістэмэ може любы грамадян нен Беларусі, незалежна таго ціма ён патрэбу ў паляпшэнні жылёвых умов. А крамя таго, пабудаваць квадэру можна ў любым населеным пункті краіны. Асартымент прадукцыі плануюць павялічыць на Октябрскім заводзе сухога абяслушчанага молака. На прадпраемцтві разлічывыць, што гэта дазволіць знайсті новых гандлёвых партнёраў. Октябрскі завод на рынку натуральных молочных продуктав присутнічыя больш за 40 гадоў. За суткі тут перапрацовываецца 100 тонн сырога молака. Асартыментны пиралік прадставліны больш як 14 найменнями. Гэта масла, сухое абяслушчаная молако, натурально-малочныя продукты. Каля 80% продукцы реалізуецца на експарту Російськую Федерацію. Сіродгандлёвых партнёраў таксама Казахстан. Мы можем что-то придумать новой из цельномолочной продукцы. Да, вот в ближайше время на рынок нашего района, надеюсь, области республики, выйдет новый наш продукт, кисломолочный продукт на основе пахты. Это обезжиренное будет такое, ну, как йогурт. Сёня ў Гомері адбулся регіональны эскизны тур Республіканскаго фестивалю конкурсу «Мленмоды-2017». Сталичная комісія оценіла эскизы колекций работы конкурсантов у номінации фото. Традицейно ў фестывалі праймаюць ўдзел працтаўнікі установ аддукація, таксама індивідуальны дэзайнеры і фотографы. Да ўдзелы ў першым регіональным туры на Гомершчыня падалі заявкі каля 50 чалавек. Наявнасті дэй, якаснае выкананне эскизов і новізна – галонныя крытэрые оценкі. Мы моду вперёд, наверное, на 2-3 сезона раньше должны угадывать, потому что всё-таки это творческая колекция, они не должны соответствовать сегодняшней моде и сегодняшней стилистике, потому что если они будут показывать то, что сегодня исполняют бренды известные, то, ну, значит, мы уже опоздали. Мы должны показывать более яркие и всё-таки новые какие-то идеи. Конкурсанты представили эскизы жанучай, мужчинской, подлетковой и дзятячай колекция «Дзенья». Ауторы лепших зуликом парад профессионалу почнуть працу над усабленням своих идей. По фіналу отбудзіцца ў Саковіку. На ім модельєры представять ўжо готовая колекция. Вогалі для многих млын моды гэта не толькі конкурс, але і шанс показаць свой талент кампаням лёгкай промысловасті і ў будучыні заключыць сделкі на запуск колекции у вытворчасть. Горадський центр культуры став ініціатором добрачыннага марафона «Ёлка добрых справ». До 14-го студеня у холі установы буде стоять ёлка, пад якой можна пакінуць подарунок для хворых дзятей і выхаванцаў інтернатных установ. У запуску акции праняла ў делу ладальніца тытула «Місіс Беларусь-2014» Юлія Перагудова, якая перарэзала символічну стушку. По першы дзень пад ёлкой з'явіліся тёплые пледы, цацкі і інші рэчы. Усё гэта пасля заканчэння акцій перададуть выхаванцам дзятячых дамоў. Грашовыя сродкі будуть на кераваны на лячэнне Киры Куруленка. Новый год – та пара года, когда все верят в волшебство, все верят в сказку. И дзяти, как никто другой, именно перед этим временем ждут подарков, ждут в первую очередь внимания, ждут доброты. И в силах каждого человека, каждого гамельчанина внести эту небольшую пользу, внести небольшой вклад, хотя бы вот таким образом. Поэтому мы будем очень ждать все в городском центре культуры, и любая помощь важна. Палацова парка в ансамблі запрашая наведаць «Свет старожытных людей». Такую назву отрымаў унікальны выставачны праект. Йон расскажа про тое, як выглядалі першыя людзі, якимы былі іх звычкі і лад життя. Выставу гамель привёз столічных історык Александр Самойлаў. Многі експанаты ён стварыў сваімі рукамі. Экспазіція ўключая шэсть тематычных разделаў. Кожны прасвечаны асобному перэду становлэнне чалавецтва. Усяго працтаўліна більш як 20 експанатаў. Гэта реалістычныя фігуры аустралапітэкаў, пітэкантрапаў, нендертальцаў, а таксама жывёл, які паўплывалі на евалюціў чалавека. Усе експанаты з'являюцца вынікам сумесныя працы мастакоў, антраполагаў і адпавідаюць сучасным навуковым концепціям. «Это неандерталец, вот его делал я, как бы сам. Он сделан частью из полиэфірной смолы, то есть пластик у него там корпус. Ну и, конечно же, голова, руки – это московые. Долго я его делал, наверное, где-то полгода, с большими перерывами. Потому что бывает, что делаешь одну фигуру, потом перерыв, и вот возвращаешься к ней. Но он мне самый любимый, поэтому, что он многострадальный». Наведвальники таксама змогуць убачыць, якім, на думку навуковцев, чалавек стане працысячу гадоў. Дарэчы, Гомель став першым обласным центрам, дзе працтавілі гэты праект. Пасля экспанавання ў палацы румянцевых і Паскевича, ён отправіццаў падарожа па гарадах Расіў. И об спорце. Асілкі з усіх кудков Беларусі спаборнічалі ў Гомелі. У спортывным клубе «Гомсельмаш» адбылся кубок краіны па гіравым спорце. Хто самы моцны і выносливы, доведався Максим Савин. 12 команд, тэм больше як 100 спортсменов. Личбі ўнушальні. Тэм больше, што ёшчы някалькі гадоў тому спаборністы збирали ўдвоя меўшу дельнікаў. Гіравы спорт набирае популярність ў нашай країні. Ні одна спрычын там поспіхі беларусов на міжнародной арене. На чемпіонатах світу Європы наші спортсмэны ніколі не біли статистами. Тэк што на внутрних стартах конкуренція завсёду високая. Данны соревнования – это самые массовые наши соревнования в республике и самые качественные по спортсменам. Тэссюда приезжают сильнейші. Все выступают с гирями 32 кг, и кто старается выполнить норматив мастера спорта. Тэссіто мастерскі соревнования. Это ещё один із стимулов, чтобы участвовать в этих соревнованиях і заниматься этим видом спорта. Яшы один аргумент на кары з гірового спорту – доступності і минимум фінансовых укладанням. Специалізованных умов для занятків не треба. На таго ж гіра снарад практична вечны і универсальны. Практикованні з гіромі знайшлі своє місце у тренировачних программах представніков шматліких видів спорту, дзе потрабуюця выносливость і моц. На таго ж яны широко використовуюця у разнастайных на прамках фітнесу. Мышачные абйомы у класичным гіровым спорці негаловны. І це бачна по спортсменах. По знішнім вигляді і не скажеш, на що яны здольні. А потім бачиш, як на помості атлет вагой менш за 60 кг, а маль півсотні разов, штурхай гіры агульной вагой 64 кг. І разумеєш, що перші уража не підманливі. Мышці ззеч більші не потрібні, тому що через 10 минут організ працює, він закисляється, і продукты распаду плохо вважаються. Чем більше мышц, тим сложніше роботати в гіровому спорту. Представніки Гомельській в області 9 разів підымаліся на п'єдістал Кубка Беларусі. Тройчі на высшайшую приступку. На агульным заліку команда нашого регіона стала пераможцей. Сарод спортивних колективів – Лепшая, Житковицкая, Дитяча-Юнацкая спортивна школа «Мотор». Максим Савін, Ігор Марышченко, Телерадиокампанія «Гомель». І на гэтым наш випуск завершений. У студії працювала Наталія Ігнатєнка. Мы сочам з развіцем падзею Гомелі в області. Наталія Ігнатка.